За счет таких нетоповых героев весело смотреть рандомайзер. Это да. Турбо некор зашел. Зашел, Максим. Да, верно. Оствинт. Добрый вечер. Блудец. Молик, привет. Стракеров третят он сдавил. Ну, и им тоже. Спасибо, Леха, за соточку. Благодарю тебя за поддержку. Так, пирь это пайр. Пирь-это пирь. Покажи пирь. Не покажу. Запросы у тебя. Покажи, говорит, пирь. Привет, Виктор. Ну, первую мы сыграли уже. Так, ну смотрим, что там Мерис. Она с обучением же, да? Каменная кожа. Специалист по каменной коже. Мудрость. Базовая обучаемость. Кайф. Какой же кайф. Базовая обучаемость. Так, ну вот это, барышня, это повеселее, конечно. Опять же, в городе всегда, ну, руководит стрельбой башен. Можно кастовать. Че, чат, за кого будем играть-то? Тысяча пятьсот. Мы будем играть за победу, это понятно. А по героям? Покажем пирь все-таки. Можно попробовать. МБ, оплот, либо башня. Не получится. Герои уже из Инферно и Темницы. Поэтому не в этот раз. Предганнибал. Добрый вечер, Андрес. Айдар. Добрый, добрый вечер. За то, что послабже. Тут все очень сильны. Невероятно сильны все. Энди, добрый вечер. Не, ну выкупается, мне кажется, тут все равно крепость, да? Ну, просто за крепость как-то поувереннее себя чувствуешь. Но выкупается не очень дорого. Ну, тысяч за пять, мне кажется, максимум. Дальше уже не очень адекватно. Привет всем, ребят, кто подошел. Крепость у нас будет. Добрый вечер, Астр. Итак, мирист. ведьма акты ведьма тут все-таки ресурс ну все поехали вот тут респ нам важен да если за вам пов там всегда как бы ну так то здесь конечно важен бегать по болотам выращивать коров деньги забыл забыл деньги бывает такое при тыри сдачка так все было да на первый взгляд там такая рассказа за поворотом торгуемся заново по-любому к за зарезть по-любому у меня других значит и не бывает с кз не переживай мне еще положит так так и и вот так только вот так все готов править момент через рынок нельзя потому что рынка нет вначале и он сразу не ставится так это время так 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 все поехали давай мирист ну к вам напрягись там а обратись ко вселенной за нужными элементами на респе объектами артефактами вот этим вот всем а и 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 К такому развитию событий. Еще бычки. Коробочка так себе, да? Слепыши. Ну что же не убежали-то? Блин, ну как бы быков много, но коробок-то нету. Ну хочется коробки видеть. Ну это две и тяжелые, и да. Рельеф так себе. Что, сдача на удачу. Слепыши противника не видят, ничего не боятся. Ну получается так, да. Наша любимая сдача на удачу. Где там мои релики, книги земли, вот это вот все. Карабасы во множестве устилают поверхность респа. Щиток. Так, плюс. Ящеры, это неплохо. Вот это, конечно, такая охрана, которую ты никогда не хочешь бить. Ну что поделать. Сразу нашли лесопилку, да? Есть карабас, но там еще что-то лежит. Здесь что? Здесь кайфовый щит, но охрана, ну, такая неприятная, да, потенциально сложная, если там есть штормовички. Ну и как ехать тоже пока непонятно. Пока все, что можно сказать на эту сдачу после первого дня. Сейчас ставим экономику в усиленном темпе. 2049, это сколько их будет? Под 40. Другие сдачи бывают? Бывают. Разные бывают. Привет, Капи. Добрый вечер. Рефьюга. Рефьюга на Володе не очень интересная. В принципе, шанс, что тебе дают дут юниты, которые будут бегать здесь без штрафа 20%. Да, шанс, что тебе дают, дадут высокоуровневые юниты, которые будут бегать без штрафа. Ну, сами там считайте. Кто там математик? А, да, кстати, насчет того, что Сергофан там придумал, он хочет сделать так, чтобы можно было за все фракции играть. То есть там будут довольно кардинальные перемены в шаблоне с нейтралами. Выдаю им информацию порционно, как вспоминаю. Математики вышли с чат. Что, если там боевка на первый день суровая? Не одна. Прям есть чем заняться, Паэр. Мирис Пин. Так, Мирис, нам нужно поймать логу. Давай, девочка, соберись. У Паэр есть, у нас нет. Какой мы отсюда делаем вывод? Надо собраться и поймать. Привет, Андрей. Наш релик. 28. Так, 28. Норм, я что-то думал будет похуже. В смысле, будет их побольше. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут рефьюга, да? Две их. Как бы намекают, но далеко, далеко это. Да и корона тоже, да, очень далекая. Блин, тут будет непросто к 100. И говоря, 24. И тут еще рефьюга, да нифига же себе. Ну, в это мы, конечно, зайдем. Это удобно. Эй, обалдело, что ли? Что за злый дню такая? Надо бить. Вот дрянь такая. Две змейки мне съели. Ну, видите, как бы хороший юнит, но что же я его на болото возьму таскать? Не возьму никогда. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Так-то, Т6 улучшенный. Ну, пока сдачка, мягко говоря. Прям не впечатляет. Прям не впечатляет. показ дачкам так себе сейчас найдем весь контент внизу вверху контента нет значит что значит он где значит он внизу правильно флутер ши видимо так добрый вечер да спида было бы неплохо не но я и не от гидры бы не отказался прямо скажем экспертная мудрость удачливая ведьма у нас способная к обучению ну что может быть прекраснее блин я щи варил прошлую потащили да андрей сдался и фриты его покарали на го пошел пробивать и фритов со статами боевыми 3-3 три рефьюги сожрали в элью респа не не так не работает три рефьюги это ерунда нет так не работает коробка пока только одна да вот в принципе мы ее видим но и коробка ну кстати на ящеров может быть ну или нагнолей не выше прядь евгений пётр добрый вечер почему мы номерист дает рандомайзер по программы не не сам рандомного рандомайзер оппонент на паер чат косят добрый вечер и классно бывает иногда да буквы сложатся так невзначай и выглядит занятно сюда 2 виверн ну все разваливаем 2 виверна на месте просто сейчас такой развал кабинетов будет вы себе не представляете руды у нас нету нету вот эти ребятки еще есть да но мне деньги нужно построить префектуру втором городе об здесь напали просто напали и сожрали об об хорош я уверен кто-то сомневался в том что 2 виверна способны сожрать они прям не шутят прям вообще не шутят так префектура на месте девчонок без потерь просто вынесли ногами вперед кайф чистый кайф так тут рынок ставить или нет но как бы надо да ну ладно деревьяхи деревьяхи деревяшечки ничего туда два месяца мета поменялось мне не настолько сильвер там пустился какие-то влажные эротические истории около эротические истории я бы сказал еще направленный на мужчин сильвер я не осуждаю ни в коем мере но как-то не ожидал а инна знает вот еще хочет спросить такой вопрос тебе задать неожиданный верно бы собирать тоже да через верно так-то норм катануть они быстрые клевые дохлые конечно да даже после улучшения хп мало ну шо поделаешь антиквар что это за намеки в смысле намеки ты сам он все написал закавычил даже смайлов наставил пойди разберись что ты имел ввиду намеки говорит сам намекает значит антиквар виноват осуждаем кстати твое прохождение смотрю это же прекрасно они добрые позитивные хочется верить добрый вечер игр а тут гидры живут да 2 цветы это султана охраняет но к султанам не хочется в любом случае чтобы они не охраняли добрые прохождения от антиквара в смысле в кавычках нет никаких кавычек димасик антиквара ты будешь проходить компании героев заново нет какой смысл каждый понимает меру своей спорченности ну ка ну ка расскажи как ты поняла коробки на главу летели где контент хороший вопрос мне бы тоже хотел бы знать не но еще у нас вот кусок есть да бывает же что они натыканы прям дым 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 но конечно не часто за хатой далеко за какой хатой что такое хата там видимо контента побольше чем у нас да просто судя по таймеру у нас чё у него подкопилось ну потому что потому что за шахты дерево это хата теперь называется ночью быть далековато как по мне 500 мувов туда 500 мувов обратно 1000 мувов это сход цепь цепь нашли цепь хорошо и шрайн нашли первый лучик света в этом тёмном царстве лога есть лога гипноз ну все ну теперь просто разваливаем а коруды у нас нету надо забрать хотите ли вы отступить вы серьезно они жесткие конечно гипноз что-то не работает странно я думал сейчас загиб нож ну кстати дам что тут жестковато дам что-то тут жестковато дам самое главное во всей этой ситуации что мы тут не особенно усиливаемся на этот бью вообще что-то у меня такое ощущение что тут нифига не бью я что так напал смело тут 8 штук змейки то у нас последние ходят похоже агг на гг Да, похоже, ггг на гг. Мы можем выкупиться, да, поиграть из отставания. С другой-то стороны, что у нас по мувам, что-то есть, да, тут блок выкупился, выкупился, проверяйте. Еще разгон себе сделал, кайфовый, да. Жестко, да, жестко. Что-то я даже что-то как-то это не подумал, что мы можем это не потащить, а зря, а стоило бы. Ну мы на самом деле так много потеряли, у нас армей-то не было, да, ну телепортнулись в город. Маны нету, это плохо, 25 штук. Немного вы убили, наверное, нет. Наверное, немного. А что, а вдруг? Блин, наши, но денег-то нет, ну что-то заезжаешь. Все, поплыл антиквар, получается, 50-99, не могу бить. Кристаллов зато. Слушайте, ну, блин, я насчет коробок, я в смысле коробок, одна. Открыли по дорогам практически все. Так, ну ладно, ну что, надо за ней ехать, наверное, да. Вторая, ну, теперь-то, конечно, с двумя коробками каждый может. Ты попробуй с одной. А с двумя-то, конечно. Наверное, так. А так можно, да? В этой версии так можно. Нельзя убегать из битвы с оппонентом. Из битвы с нейтралами можно убегать. Получается, антиквар не убился и автоматически отступил в город, уменьшив отряд нейтралов до приемлемого значения. Да. Блин, вот и сюда вроде как ехать надо. Ну, такие забрать кистень. Ну, это, конечно, так медленно. Ну, надо, а что делать? Нам бы еще начать кого-то собирать. Наверное, вивернут. Это гнездо надо забрать будет. Я, кстати, тоже не знал, что можно. Верю. Верю, что не знала. Ну, это последние версии добавили возможность. Как раз в 283. Раньше было нельзя. Просто дал опуфору, мяч на его стороне. Да, опуфору респ мой дал. Если что, а не я. Я так-то и в 282 так делал. Не было такой возможности физической. Ну, значит, в 282 можно. То есть, раньше ты проигрывал, и героев в таверне не было. Да, можно использовать как разбивку. Как, какой смысл? Все же за 4 года поменялось. Там понимание, а сам поменялся. На все это посмотреть с другой стороны. Все равно не вижу смысла. Очень много есть игр. Игр есть гораздо больше, чем я смогу пройти за всю свою жизнь. И проходить что-то повторно. Я повторно проходил Darkest Dungeon. Думаю, что это... Был единственный случай. Но если меня кто-то, конечно, супер сильно не замотивирует. Так-то бы, ну, условно говоря, компанию HOTO я бы прошел еще раз. Потому что она клевая. Но это реально нужна сильная мотивация. Раздача плохая, но обучение сейчас затащим. Согласен. Сергей, добрый вечер. Блин, много всего навалено, да? То есть, гипотетически могло бы быть неплохо, но... Учитывая все превходящие обстоятельства... Ну, мы на этом не бьем, наверное, Вивернта. Хотя с кистенем бьем. Да, бьем же с кистенем. Мы будем стараться. Чуть разведки не хватает. Посмотри, что за теми же гарпиями. Я бы сюда не поехал, если бы не кистень, да? Ну, потому что на таких статах тяжело биться, но увидели. Вот так будет хоть полегче. Объясним гнолам еще раз, почему гнолам. Матросам же. Бычков поставить. Ну, чтобы были, да? Так-то у нас ни одного жилища нет, но чтобы были можно, в принципе. Что-то не очень похоже на выход 1-3-1. Да ладно. Сейчас. Соберемся, выскочим. Привет, Александр. Камбэк из Риэл. Ну, пока сложно, ты знаешь. Не на чем. Не вижу на чем. Матросам. Найдем гнолов и гнолам. А что их искать? А что искать? Он вот стоит тут рядом. Портрет своей семьи, держа в руках. Зато у нас таймер чуть копится. По чуть-чуть. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Надо вот это все-таки проверить. Ну, в общем, сейчас мы заберем деревню. Блин. А мы успеем деревню добрать вот сюда? Наверное, успеем. Заберем деревню. И вот эту штуку надо тоже взять, конечно. Для эпичности респа гавархов не хватает. Ну, еще гавархов не видно. Как говорится, все может быть. Приветственислав. Эту штучку тоже можно было забрать. Но я не уверен, что мы успеем. Скорее всего, успеем. Но будет обидно не забрать виверн. А можно поменьше гнолей? Ну, как-то. Как-то видеть себя приличнее. Матросики, да? Так. ТП. Из монаха, да? Пошла каточка. Каточка, получается, пошла. Маны нет. Но с этим мы поборемся. Теперь надо вот это пробить. Дело за малым. Луговый горгон завтра здесь поставить. Но у нас земли нет. Пока радоваться тут, как бы, нечему особенно. Что за жесть такая? ТП из монаха. Когда 2 на 2 с Салмиром играли против Старблинка и Сергафана. Что там? ДД было из монаха, да? Маны нету, надо ману залить. Хоть тут бы мы сейчас могли бы, да, забрать и от ТПшиться было бы хорошо. Но маны нет. И что видно, один пруд гидр? Ну, шо ж теперь. Видно, конечно. Ребят, у нас 126. Мы ни одного, вообще ни одного внешнего жилища не взяли, кроме ящеров. То есть, ну какие гидры, вы о чем? Коробок нету все это пробивать. Ну, тут я не знаю даже. Земли нету. Ладно, землю поищем, может. Ладно, земли нету. Ну, че, поехать сюда, посмотреть. Нас так-то мувпоинты есть. Может, там то самое, что мы ждем. Ну, Карабас, я имею в виду. А тут Карабас. Давайте возьмем чемоданчиков. Так. Ну, их достаточно. Ну, это на змеек, да, похоже. Двадцатку потеряли. Ммм, смогу я лучше. Я не уверен, тут дамажит-то особенно неким. Хорошие потери. Земля, отлично. Земля, отлично. Так. Три коробки на респе. Представляете? Три коробки на респе. Вчера на одном экране 4 гидреть не было. Да? Их шесть всего на респе. Две очень мало. Зачем нам быков было строить, чтобы копились? Костя, привет. Маочи и всех. Привет, Алексей. По-новому, да, себя написал. Мочи всех. Буду мочить. Спасибо за поддержку. Это лучше, чем на самом деле, чем змейки при любых раскладах, да. Все, поехали в центр. Давайте разгону добавим немножко. Так, ну что, мы должны бить вот эту коробку. Тут все-таки гноли, надо полагать, да. Вот это бить. Вот это бить. Вот это бить. Вот это бить. Денег, блин. Но тут есть деньги. Но, наверное, надо пробивать. Деньги нам нужны будут. Угу. 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 А ракету не накопил. Вроде накопили сегодня. Еще коробка, да? Черт, и где? Это гноли, да? Тут, в общем, все понятно. Понятно без слов. Ничего себе, как больно. Укусили нас. Ну, здорово, что тут. Коробка тут, кстати, тоже может быть. Может, вот сюда надо въехать. Ну, внешнее жилище надо собирать, слушайте. Опять же, может, что разведаем. Тут-то ничего, да, мы не увидели. Прямо в непосредственной близости. Так, я не понял, а почему у нас мана не зарегенилась? У нас гилды нет? Чего? Ну, мы сейчас пока будем бегать, мы как бы накопим, конечно. Так, ну, это нам надо в любом случае. Не понял. У нас гилды здесь нету. Вот это провалище. Вот это да. Я был уверен, что она у нас есть. Так, ладно. Ничего, что-то дерзкий. Дерзкий змей. Зачем нам змеек убивали? Вообще, что ли не в себе? Айфово. Так, немножко денег. Как у нас могло не быть гилды? Это просто капец. Жестко! Привет, Дмитрий. Как дела, опа? Хорошо, наверное. Что ему будет? Отлично дела, опа. Дела отлично, как обычно. Понял? Понял тебя. Начало сюда, сюда, потом уже, да, поедем. Мы-ка, вот сюда. Потом уже поедем добирать. Так, на завтра мы даже оттпшиться куда-то сможем. Да куда-нибудь сможем оттпшиться. Корабки-то есть у нас, просто они лежат черти где. Ну, бывает такое. Бывает такое иногда с карабасиками. Ну, и рельеф, да, я сюда при всем желании, который у меня присутствует, попасть не могу. Выше тоже не поедем. Смысл не вижу. Вот он заезд за этой штукой. Кстати говоря, а может быть добрать сюда, сюда? 100 плюс огров. Ну, мы их перестреляем. Да. Полагаю, что так. Привет, Вайт Дракон. Привет, Вайт Дракон. Интересно, это у Топа или он так нашел? С земли поднял. Не, ну, грубо говоря, если бы тут релик у нас был бы 6 Ол, условно, да, то мы прям бы даже его бы и обог... Ну, сравнялись бы, не обогнали бы, но где-то близко были бы. Колодец, я вижу, да, колодец. А это что значит? Это значит, что мы можем тратить ману на всякие штуки. У нас штук-то тут, фу. Хоть обтрать. Хочешь гипноз, хочешь клонируй. Ну, кстати, змеек проклонировать. Да, с ограми. Будет неплохо. Но если мы змеек проклонируем... А, не, нормально у нас станет с НТП. Пятое знание. Пятое знание. Пятое знание. Да, для денег. Денег нет. ТП-шится домой. А, и проходы нет с этой стороны. Скупаться. И ехать в центр. Ну, там уже дальше... Пробьемся, пробьемся, не пробьемся. Не пробьемся, соответственно. Моралька сейчас и ага. И сразу будет не очень приятно. Закаменим. Оп. Рож. Оп. Раскаменим. Продолжение следует... Продолжение следует... Так. А, есть тут проход. Отлично. Проход есть. Йент хорошо. Так, ну, деньги нужны, да? Денег очень мало. Василиски вот это вот все. Плюс 3000. Так, не могу тебе позволить, да? Нужно прыгать. У меня же земля продвинутая. То есть, за 300 прыжочек. Называется стилбок. Так, а может быть в приют отшельника? Там хоть змеек скупить? Ну, ящеров, в смысле. Да. Армии-то немного. Гилду, естественно, мы тут поставим. И ману мы, естественно, тут зальем. Да. Щиточек, но, блин. К нему, конечно. Ну, 7-2 боевые статы тоже с другой стороны. Да, не, алло. У нас вроде магические неплохие. Но у нас... Причем мы их можем увеличить. Но у нас нету... И вот эту штуку, да? Я скипнул. Но у нас нету боевых заклинаний. Да. Куда ни кинь, всюду клин. Привет, Джон. Дмитрий. Добрый вечер. Что, за щитом, наверное, поедем все-таки? Вот это соберем, щит возьмем. Сюда оттепешимся. Что там будет по деньгам? Ну, вот это возьмем. По деньгам, что тут скупим. Надо, кстати, поставить этот... Возможность бычков поградить. А она у нас здесь есть, да? Наоборот, блин. А она у нас есть здесь. Ну, просто 5000 тратить еще здесь, на хранилище ресурсов. Как-то что-то так себе вроде выглядит. Суперармия наша. Это... А тут... Чтобы вы все были здоровы. и счастливы, конечно. Дай тут какую-нибудь цепь или метеоритку, что ли. Что ли, хотя бы. Хотя бы, что ли. Цепь ну где-то предлагали. Это не в этой игре. Это стракеру ее предлагали. Он вышел, наверное, да? Я так думаю. Деревню, скорее всего, он не добирал. Тут ведь тоже карабас, да? Скорее всего, тут карабас. В утопию надо зайти даже не то, что за статами. Надо нам купить быков. То есть поставить здесь грейд, да? Загрейдить быков и ехать. Без ящеров. За деньгами, чтобы все скупить хотя бы. Это катка, как наша жизнь. Череда взлетов и падений, надежд и разочарований и неожиданных радостей. Одним словом, путь самурая. Спасибо, Верадия, большое за поддержку. Путь самурая. Продолжим путь. Продолжим наше путешествие. Опять же будет девятая защита, да? Под утопию. Быков 30+. Это вопрос, зачем я ставил быков? Если бы я в тот момент не поставил быков, у меня бы сейчас было 20 быков. Продолжили страйкеру цепную молнию, она ему как раз. Ну, типа того, да. У Дэни будем продлевать. Когда заканчиваются ходы, я начинаю общаться с чатом. Дай хоть с чатом пообщаться на стриме. И так практически нет возможности на Улл Косте это поделать. То ли дело вчера на Кроссе, да? Вот мы наговорились. С теми, кто... Со самыми стойкими, короче говоря. Армия, говорят, сильнее. Да ладно? Кто бы мог подумать-то, да? Армия сильнее. Вы посмотрите. Ну, сюда, наверное... Хотя... Не. Забираем и летим, да? Или нет, или что? Важно нам прям... Ну, у нас какая-то мана есть. Плюс быки, плюс денежку возьмем. Нет, давайте с быками доедем. Нам ману заливать прям сейчас не надо. Мы все равно поедем в утопию. Плюс 2000. Ну, тут купим. Будет плюс полторы, зато плюс три бычка. Опять же шрайн так чекнем, да? А то бы пришлось убегать. Ничего себе, какие они жесткие. А давайте. Оп. 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 сюда зашли сюда прыгнули блин три прыжка 36 мана потратил сюда прыгнули быков скупили сюда прыгнули вот тут деньги добрали быков скупили прыгнули обратно там выкупили там загрейдили ну а может мы кстати тут останемся до посмотрим что сейчас будет по move point привет роман если короче утопия будет очень так себе то скорее всего здесь вообще без аут потому что андрей играет довольно агрессивно когда и тому ситуация побуждает вот да есть предпосылки а тут они на лицо так что или утопия нам даст какую-то надежду зацепиться да нам нужны статы ну книга воздуха наверно статы книга воздуха причем шапка есть какой-нибудь 5 л 4 л к в тройка вот такая была бы неплохой неплохим решением привет волга добрый вечер чем кросс душнилый закончился в итоге я проиграл я задохнулся с душнилый же играли на этом немножко накосячил там надо было войска подвести а я не подвез и он ну короче говоря добрал армию на респе и надо было цепочку выставить они выставил и он приехал напал но меня без армии я без армии сидела он там с довозом был и плюс у него была цепь плюс у него было был плащ на который контрит второй уровень на общем в общем мы не выстояли но это была победа над собой спасибо сколько нам надо нагреть сколько они стоят 525 675 на бычка умеет быстро считать все двадцать пять семьсот пятьдесят полторы тысячи видали как антиквар умеет считать быстро так ночью ну вот на этом на всем поедем вверн тоже там будем сдавать змей не ну ящеров нельзя отдавать тут мишки коробку охраняют хорошая кстати на рнд может даже на бычков ну поехали чё 7 10 статы 33 33 коровы 127 мужиков объясняют тоже добавят там ровненько рассчитал я старался привет и на так ну вот тут успеваем забрать да это пешится хотел же денег взять у замка да я подумал что лучше я выбегу подальше из замка чем тут я буду тратить и сидеть после утопа посидим как раз ману зальем но но да 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 коробочки такие выглядывают из-за рельеф конечно это прям манят нас цепь аж на 690 как зарядим ух держите нас семеро тут чего водичка да по идее хорошо смотрится в оставшийся слот носит до этого дойдет вообще какая-то непостижимая штука находить баланс между ништяками и моппоинтами ну да это не просто ну как в этом я считаю есть смысл игры на outcast основной так 600 давайте мы вот этих ребяток подкупим еще да тоже в танкует там может быть нет они не охраняли коробочку максимал очка уч танковали проверяйте окно тут клоун в бычков до 24 блины чё ногами и приехал без маны ну клоун надо давать иначе я тут вообще оставлю все чё уж там все равно сливаем всю магию их оставалось только двое кайф дорогой стримлер поднимаю кубок безалкогольного пива за твою победу спасибо ким спасибо так спасибо багаж за поддержку благодарю что мы не можем добрать от коробка это быки да не дали нам воздушного контроля не крыльев не к вышечки ну чё сейчас добегаем ману леса и мы едем в центр как получается там 1400 не мог не можем себе позволить к сожалению добрать этих ребят но их и немного ладно привет fit спасибо большое за творчество особенно за прохождение стаброго добром моровинда всегда пожалуйста моровинда крутой моровинда то что я сам хотел очень сильно пройти ну и там антон пошел мне навстречу горит хочешь пройти на получаю такую возможность мне что поцарапаемся здесь еще есть у нас какие-то тут шансики надо виверн даблу поставить дан попробуем поцарапаться пара шапок в салотах почему-то лифчик напомнили ну сильвер не могу тебе сказать даже ничего даже тем как-то даже прокомментировать эту информацию не возьмусь хату опять никто не скажет что я пошлый а у нас так то есть немножко еще вот этих ребят до ребятишек если что на всякий случай и замок бы поставить да там деревьях есть кстати я могу замок поставить так тут змеи и змейки за ними я тпшиться пожалуй не буду так ну что 180 маны цепь молнии вот это вот всем поехали жалко что вторая волна далековато какая волна может у топа может от т9 преобразовал наверно про утопу да вот проект ну без воздушного контроля тут как бы к ней вообще не вариант чем на 146 выходим ну чё скоростной выход 131 да не получилось немножко 131 оказался не нашим вариантом сейчас выходим а нас в нашей деревне ок ждет знать ждет да да роман понял привет данила антикварная топа была с гусем все как положено гусь три шапки горе от ума называет у топа горе от ума ну или горе от гуся горе от ума или радость от гуся как-то так эх а может диплу диплу берем и с гусем и диплим быков виверн вот это все так нам бы еще ртути набрать тут мало да блин пытался играть буткаст не моё ну бывает чё все по классике тогда да мы верны традициям как бася сказал что мы за традицией так хотя мне вообще все в любом случае туда про их быков докупить или не докупать так кстати ну-ка 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 продвинутый воздух да компонент центре сидит добрать можно выход тут рядом да сегодня все равно не добегая архи дьяволы хороший стек у нас был хороший был стек у нас стрелков 2049 елы-палы сурово сурово стоять у нас тут тоже замка не было смысле это без замка у нас так блин а деревьях и где добрать сюда добежать наверно да прирост нужен деньги есть да сейчас конечно но статы у нас хорошие достаты у нас лютые так что в принципе должно быть ничего так планеты пробив очки нет альтго не пробуем искать очень долго мы и так тут опоздали на неделю минимум с выходом такую штуку какие уж тут поиски альтго кстати гензор добрый вечер растет 14 виверн 20 быков виверн можно загрейдить будет да так а центр у нас или сопряга или или башня кайф проездной за антикварные утопы спасибо данила за поддержку благодарю тут-то бычки да ну а как бы рядом с городом добрать можно будет если воздушный контроль появится до этого дела дойдет вместо шапки дали бы к вышку или крылья дам было было бы топу топа конечно вместо вот этой ну поехали блин жалко не доберемся равно 1 следующего доберем 21 в быка вы серьезно чуть его жесткие а а взгляд 30 коров не выдали взгляда хорош да хорош бы кофта бить алё и я думал я думал что это что он его убьет он его не добил и и на не надо было деревяки подбирать да был бы повеселее хорошие с и блоки чё-чё нет-то 1249 снайперов забили берду какую-то ваще так ладно давай не это никогда никогда нам так 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 ну что же в центр вышли хорош скорее выползли да ладно ну мы кого потеряли моем и в общем ну не скажу много потеряли но что ты хороший до быки конечно который от которых не прокает взгляд это это прям суровая история 2 кубок безалкогольного напитка за 115 красавчиков которые поражали лайк на видео спасибо багаж за поддержку а еще спасибо тем 115 красавчиком которые таки поражали лайк на видео так мы чё делаем мы сейчас забираем забираем здесь арту здесь скупаем армию прыгаем и грейдем виверн на счет дам ртуть ты куда так выдохнули ну подумаешь собрали ртуть и чтобы 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 дам тут вот тоже говорят много ртути лежит просто конечно антиквар вот он он умеет умеете могете умеете могете так просто хорош пришел кося ты продал ртуть да да вот как это работает мы выяснили мы выяснили как то работает в конце концов антиквар не виноват косяц приходит и и вперед так сейчас мы быков здесь докупим по грейдим докупим ну и поедем в центр через качана воздушный контроль нам нужен вот как выглядит косят а быков быки там не улучшены ребята спокойно быки не улучшены и внимательные вы мои косят быков хорошо что-то недавно было про то что наутка быков никогда вместе не хватит дмитрий какой тайминг у нас на на часах если ты стараешься выходить на треть неделе конечно не хватит на топа нужно ну-ка ты очень долго ехать косят быков антикварный джеба соуткаст от косята быкова неплохо чат вы лучшие чат вы самые лучшие так осталось еще чуть под трейд тогда в один стек и 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 вот утопия ну наверное да чем меч забираем иметь забираем утопию лезем из нас с андрей не накроет просто ты расставлялся так как будто уходить собрался вот мы и занервничали да знаю я чего надо нервничать там сейчас мы антиквара подколем по поводу внимательности все я понимаю гензор не надо вот это вот а куда весь таймер слил некие боевки вообще на выходе тут немножко подрался до не антиквара косят принимается принимается так тапки нам не нужны так спасибо огромное степан приветствую уважаемый просто зашел сказать спасибо за отличные ролики по героям хотел спросить планируется ли дальнейшие ролики по четверке может быть пятерки спасибо огромное за поддержку смотри какая ситуация по пятерке запланирована уже компания последняя которая есть в общем замага в повелителях орды четверки пока пока планов нет до в обозримой перспективе то есть много там уже прохождений пока там ничего по четверке нет но в принципе кто знает кто знает кто знает может быть как то так спасибо огромное 512 вообще успеют эндин что такое ощущение что здесь стою здесь стою знаешь здесь стою делать 24 кулакам вот я под твои видео на работе засыпаю а дома нет а вот почему это видео ну на работе все понимаешь на работе как бы все располагает ко сну дома то нет дома столько всего интересного столько дел а на работе делся спать мне кажется так привет или фар таймер косят съел да да кость а помнишь я говорил мол на канале нет прохождения игр от первого лица так вот я забыл моровин прошу прощения я тоже забыл что точно да моровин тот первый лиц а я думаю что-то было такое есть это ой причем ману тратить особо не хочется доходите хоть там покидаться молнии какой-нибудь ну мы сильнее потому что потому что он на разгоне тоже надо понимать кстати прирост у нас хороший центр бывают разные да поэтому посмотрим может мало ли у нас еще есть какие-то даже ауты здесь много топа зависит у него боевки очень долгие да но это как бы не станем переживать за это вообще-то наверное надо да 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 тут устаёмся но хоть ровненько ноутоп устали утопа тройка че че мы потеряли мы всех василисков потеряли одного вивера надо отличные потери крылышки щиточек крылышки щиточек на грудник ну статы статы дополнительно получили похоже это на кулак вот это вот вот это вот безобразие на кулак похоже чем к нам что ли поехал сильнее нас ну пусть едет будем принимать бой знаешь проклятые земли но я слышал что есть такая игра но скачу прям знаю не могу ну то есть наверняка это кулак он быстро его кстати тогда собрал то чё я могу сказать значит все неплохо лежало магии конечно у нас прямо разнообразие да прям такая хочешь это жестко очень что делаем сейчас она у нас крылья появились кстати говоря не ошибка вот эту коробку забрать до разведку тут дать может быть вот за этой утопией съездить я думаю так но мы без маны то есть смысл ехать куда-то дальше особенно мы ничего не видим видим ну вот такую штучку но как бы поэтому пробить их на крыльях ну больно может быть да это короли быстро и чем я им ничего противопоставить не могу наверное домой сначала там разберемся так крылышки сюда и полетели 16 16 ребятишек так чуть таймера под под сейвили вот это так себе карабасина да вряд ли тут что то есть сразу на утопию и лететь и по 33 защита чего мне сделаете но мы тут останемся тогда да но наверное надо а чё делать эту коробку добрать неинтересно эту коробку добрать неинтересно тут какая-то коробку мы не понимаем какая собирать из внешних жилищ войска как бы долго без контроля особенно да чё утопи наверно поедем брать решил с вебкой работать не материшься от меня лайк благодарю за лайк доброй ночи оствинт уж райн не чекнул потому что не успевал тогда за коробки еще не было готового решения что буду делать дальше эх сюда нельзя жаль наступить я может диплом надо убрать ладно хорошая мысль приходит мы знаем когда единичка понял ну Субтитры создавал DimaTorzok Антикварная утопа, еще одна, как мы любим. Книга земли. Книжица земли. Так, ну что, сюда. И сюда. Как раз нам хватает ровненько. Ну и скупаем, все. Едем на следующей неделе в финалите. И так, как бы, уже тайминг почти предельный. И так, тайминг практически предельный, поэтому... Хотя, слушайте, вот он в других статах уже. Реально без статов сидел? Или просто под пробивки надел? Ладно, это не наш вопрос, да? Не суй свой нос в чужой вопрос. Будет ли иметь смысл нагрудничек поменять? Плюс 10 спейси сделать? Наверное, да. Еще тут, да, и спешечка. Еще тут вместо гуся нам дали что положить. По карманам рассувать. Привет, Рой. Вот почему тупи и так рядом. Из двух сложилась антикварная, да? Так и есть. Из города не ногой. Все четко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Д сожалеев. Д包ом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После боя невозможно поднять нежить при помощи некромантии Ну да, трупы исчезают, феникс рассыпался, труп исчез, да, возрождение не работает Труп исчез, пяты не поднимут, ну да, ничего не работает Архии, соответственно, тоже не воскрешают Доброй ночи, Ере В общем, скупились и погнали Гуся убираем Вместо гуся ставим кучу всего полезного Раз, два, гипноз Или лучше шар-постоянство А нафига он нужен? У меня щит хоть появился Антимагия появилась Печаль появилась Какой же кайф Чистейший вообще, кайфец Привет, Макс То есть вампы не отжираются, да Только жертва и жертва тоже не работает Не должна Ну хотя, может и работает По описанию непонятно Этих пацанов Ну давайте возьмем денег Все равно очень много Так, и конечно Я тут поставил плюс защиту Затрынгелся опять Бывает, бывает Затрынгелся опять Затрынгелся опять По 282, этаж 283 Твоя правда, не твоя А счастье было так Возможно, можно, можно Не, он реально без статов что-то сидел Ну может он правда Подумал, что лучше статы Я не кулак Не знаю Сложно мне судить В общем посмотрим Сколько он там Карабасов нафармил Ну Мне тут особо и фармить не было Да, такой себе кусочек центра Я думаю, он будет сидеть в городе Смысл ему Че мы не видели Шапки мы не видели, да Под кулак Феникс на скорость Так из коробок он взял На скорость, не на скорость Чего бы нет Я думаю, ну это Там он не один точно Ну если он их не растерял Ожерелье бы на шею Да, это на большом счету Не важно По большому счету Без разницы Бить сходить Вау Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сюда лук, да, встанет Сюда встанет лук Эх, на минус бычкам Бычок хороший был Ручной, домашний Про некромантию уже написано Что не поднимает, да Нет, колечко не надо снять На антирез, зачем КВ, да пофиг Че мне в том КВ Цепь есть Защита от воздуха Такое 20 СП там Особенно ничего Не будет эта Молния бахать Да я вижу, вижу КВ Смыслом нет Ну я как бы Не знаю Не вижу в чем он Стоит Хейм дал 22 Спасибо за Рейд Благодарю Добро пожаловать Всем вновь прибывших Всем вновь прибывшим Да Косноязычить начал Потихоньку Мы тут Немножко Ауткастим По чуть-чуть Сейчас будет Супер эпичная Финалка Где скорее всего Оппонента будет Побольше войска Ну в общем Поглядим Волнистый Кольцо Справа снизу Ну ребят Ну это как бы Все Едем уже Финалиться Уже едем Уже едем Разваливать кабинеты Ну вот Почти всегда Почти всегда Это проигрышная история Гусь главное Ему не нужен Видали Ему гусь не нужен Он гуся не подбирает Я считаю Игра должна За это наказать Сегодня Ауткаст Да У тебя по настроению Или через день У меня по расписанию У меня понедельник Пятница Кросс Вторник Среда Четверг Воскресенье Ауткаст Блин Ну это надо делать Прикиньте Сейчас За это Трех мов Не хватит Да хватит Хватит Он их построил Что ли Ну просто Вот это Вот он забрал А они Не покрашены Ну точнее Птиц нет Или слил Где-то Так Это я уже Не успеваю Да Так Что мы Можем Ну наверное Все что можем Все на месте Да Добрал СП Ну видимо Он их построил Сейчас будет больно Кому Кому Сейчас будет больно С — С С С С С Субтитры создавал DimaTorzok У меня в любом случае был бы первый каст, хоть с башен, хоть с фениксов, с чего хочешь, с того и первый каст Субтитры создавал DimaTorzok Тут вот можно или вот в этих бабахнуть, да, цепью Он может тогда защиту от воздуха сделать, но уже потом Или вот в этих, тогда он защиту от воздуха не сделает штормами Хотя с другой стороны пусть делает защиту от воздуха штормами, да Ну просто пяты, там основной стэк, 94 пита Самые сильные ребята Ну что, кого, фениксов или пятов? Питы вроде в городе сидят, но он может и телепортнуть их, да, так-то всегда опция есть Давайте пятов И ворота подопрем Защиту общую может дать? Может, конечно Но это он потратит каст, а он может тут просто дать защиту в один стэк и сделать какой-нибудь другой каст Ей же разница, правда? А феникс? Ну, не знаю Субтитры создавал DimaTorzok От этого у нас нет защиты От этого у нас защиты нет Ну, как бы разойтись, чтобы было одиночной, да? Но не более того Минус одна удача Ну, конечно, она сработала Кто бы сомневался-то, что минус одна удача сработает Даже вообще сомнений не было Ни малейших Минус одна удача сработала Я оттянул к второй партии Минус одна удача сработала Ну, мы от берсерка никак не можем защититься Это огромная, конечно, проблема Тут сейчас будет берс в быков и в виверн Это понятно Не будет сразу Так, что у нас вообще есть? Да у нас особо-то и... Да, что делать? Особо-то и вариантов Нету Минус одна удача сработала Врываться? Куда врываться? Минус одна удача сработала Ну, почему она? Конечно, полезна Ломают катапульту Как ты в город пойдешь? Если у тебя нет воды и телепорт Вот у нас нет, да, телепорта Ну и вода неэкспертная То есть, в принципе, только вариант один Через землетрясение Брешь есть Да, брешь сейчас есть Согласен 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 да надо все равно бить ножка снять защита да неважно тут мошка стратежная она так ходит вперед клон оторва разве не откиснет хороший вопрос много очень хороших вопрос знать бы ответа на все привет константин добрый вечер а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Константин, ты в нагруднике стримишь читерском, тащи, пожалуйста, стараюсь. Уже в этой игре стараюсь как не в себя. Субтитры создавал DimaTorzok Тут есть шанс залиться каким-нибудь образом. Есть? Я думаю есть. У нас по магии ни черта нет. Там посмотреть, что у Андрея, но если у него вся магия, мне кажется, он не вполне оптимально отыгрывал. Защита от земли. Это плохо, дамажить нам его нечем. Потом он может защиту от воздуха продлить, да? Я не понимаю, почему он только сейчас дал защиту от земли, если честно. Он сейчас берсить будет быка. Хотя он не может берсить... А, может берсить на ходу этих башен. Так, ну что? Диспол в одиночную цель пусть берсит. Ну, кстати, да. Клон на стрелков. Да вот вообще не факт, что клон на стрелков был бы лучше. Потому что там 3-7 раз брос урона, а тут мы 8 нанесли. То есть... Маны бы потратили больше. А насколько это было бы профитнее, кто бы знал. КОНЕЦ 10 мат ожидания но в мат ожидании хорошо но монеты тратишь чуть чуть побольше до математики вернулись сообщат да да точно а а клон будет ходить раньше его или или позже внимание вопрос морали него плюс 1 раньше он твой дал точно кайф чистый кайф спасибо спасибо старсикер клоун мы долго прятали не показывали и 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 ждать потом игру на канале за это уж такие часто были раньше по крайней мере всю игру косян косян так жалуется что проиграл по-любому в конце подключается антиквары все жесты зашибись да я бы не сказал что она очень интересная не знаю с другой стороны за крепость вроде у меня особо ничего и нету загашники посмотрим косят понял чипец побед на мини-карте пантера показывает бицепс может никс кося делал все чтобы проиграть даже залился матрос это кстати да обычная была свой интерес есть ну согласен меня добить еще может у меня от никого не осталось что так что у меня сейчас магии просто добьет тут да и все из замка он убежал вылезти я не могу землетрясение здесь дать может правда землетрясение здесь нужно нет камнипадом я его не добиваю там защита от земли на 29 раундов не падам так да и он может сделать шажочек вверх но корову все равно по идее тут знаете в чем проблема у него он на следующий раунд мне у него защита от воздуха один рад у нас следующий раунд должен давать защиту от воздуха он не может давать цепь сейчас он по идее должен она он их дострелит воздушками по шесть с половиной снимает защита от земли то есть четыре раунда у меня он на бы к кидает берс когда все заканчиваются еще дальше делаем морали у быка нет тут же расчет то простой да конечно когда у тебя нет магии да когда ты мега ограничен по магии это тяжело